алекс монг классик games представляет итак всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала с вами алексей канал алекс монг классе games я продолжаю прохождение игры как ни крути все но это видео игра по сути хоть и электронной акценциклопедии но мне проще давайте будем проще назвать ее игрой коротко и ясно в общем игры moscow racer автолегенды ссср и знаете этот почитал вообще об этом бренде moscow racer изначально была игра с таким названием просто moscow racer без подзаголовка автолегенды ссср автолегенды автолегенды ссср это уже как бы следующая часть на движке оригинала вот мне стало интересно что же за оригинал moscow racer как-нибудь ознакомлюсь с ним а пока переходим к следующей машине но напомню что в прошлом выпуске мы с вами тестировали второй автомобиль повышенной проходимости после газа 69 это легендарный 469 уазик целом вроде бы получше чем газ 69 но такой же против практически такой же неустойчивый как я уже сказал для гонок я его не рекомендую но чисто для себя во фрируем покататься можно может автомобиль просто шикарен и вот перед записью я же не знаю какая бы следующая машина вы видите название видите в роль в названии ролика и название машины но во время записи то есть пока не могу сказать сейчас нажму следующей машины какая будет я не в курсе я порядок не помню так внимание о да ребята газ 13 чайка машина кота машина которую я вообще ребята обожаю всем сердцем я видел ее в реальной жизни можете представить она больше волги смотрится до того величественно и божественно мне просто слов нет вы спросите где я ее видел в родном городе кургане есть один владелец пожилой автовладелец который ездит прям по городу на чайке представляете плюс ко всему вы же не знаете что город курган знаменит на весь мир на весь мир тем что у нас есть научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени имени академика гавриила абрамовича элизарова так вот когда-то его гавриил абрамович элизаров ездил на такой чайке и эта чайка стоит на постаменте как памятник сейчас на территории книги кота но книг от это старая аббревиатура сейчас называется после центра элизарова это она прекрасна на божественно она шикарно это не хочется посмотреть какие еще цвета нам предлагает игра черный цвет это ее и . но тем не менее все на знакомимся конечно его черного бежевый соперник как раз по на бежевой ездит а чайки в трафике они как раз черные оранжевый бордовый ну не знаю не знаю в принципе ей идет голубой небесный тоже красиво асфальт двухцветный вот в двухцветном исполнении по моему чайка была на службе в такси но идеально ей подходит именно черный цвет вот эти вот хромированные молдинги на черном цвете смотрится просто шикарно надпись чайка отвлекся на телефонный звонок так вот на чем остановился то что на газ 13 чайка ездил наш академик гаврил абрамович элизаров создатель центра элизарова если кто не знает центр занимается лечением и исправлением костей разные же патологии бывают в том числе и у опорно-двигательного аппарата так вот аппарат элизарова эти проблему решают не все конечно но большинство если хотите подробнее почитать перейдите на сайт центра элизарова курган элизаровский центр можете так написать но вернемся к чайке следующий нас на очереди трасса так было рублевка теперь знаменитый мкад сейчас смотрите обратите внимание на конфигурацию вот рублевка вот мкад как бы мкад это более расширенная рублевка по сути видите здесь повороты здесь как бы были ровные гладенькие повороты такие как это выразиться-то блин вот беситка не могу пару слов подобрать рублевка а на рублевке видео 10 завороты такие резкие что поехали а какой поехали мы не почитали ни про чайку не про мкад вот отвлекся немножко видите так о машине годы выпуска 1959 1981 практически вершина советского автомобилестроения 60-х годов чайка поистине была машиной избранных в отличие от практичных побед москвичей и волк которым мощные двигатели и высокие характеристики были не положены ГАЗ-13 создавался для того чтобы обеспечить советский союз и его чиновников автомобилям не уступающим американским премиум седанам среди достоинств ГАЗ-13 почти 200 сильный двигатель В8 коробка автомат гидроусилитель руля 5,6 метров в длину и дизайн с плавниками хотя чайка никогда не продавалась в США собственно она вообще свободно не продавалась это был самый американский из советских автомобилей скажем так несмотря на то что в ходе разработки газовцами были закуплены два автомобиля по карт в то время даже более престижная марка в США чем Кадиллак все агрегаты чайки советским конструкторам приходилось разрабатывать с нуля кузов ГАЗ-13 базируется на х-образной хребтовой раме что помимо упрощения конструкции самого кузова хорошо скрывается сказывается на вибро и шумоизоляции двигатель как уже было отмечено выше восьмицилиндровый объемом пять с половиной литров мощностью в 195 лошадиных сил может показать скорость ой может показаться скромной мощность конечно же но я бы не сказал 195 лошадиных сил может показаться скромной зато могучая 410 ньютон метров крутящего момента весьма впечатляющий даже по современным меркам давайте сделаем чтобы она помедленнее вращалась стоит отметить что этот же двигатель впоследствии стал устанавливаться на внедорожный грузовик ГАЗ-66 и даже бронетранспортеры вот так вот двигатель от ГАЗ-13 чайка с точки зрения динамики правда чайка не впечатляла трехступенчатая автоматическая коробка передач того времени не отличалась проворностью разгон до 100 км в час занимает долгие 20 секунд а максимальная скорость всего 160 км в час зато режим автоматической коробки передач выбирались режимы даже не рычагом а кнопками на панели подобно современным Lamborghini причем блок управления стоял слева от руля по левую руку получается огромный кузов был откровенно ориентирован на езду с водителем выпускались даже модификации с лимузинными перегородками а также ландоле с убирающимся мягким верхом над задними сиденьями между передним и задним рядами сидений около метра свободного пространства при желании его можно было занять складывающимися креслами в полу тогда машина становилась 6-7 местной а вот персональных версий не было не тот в советском союзе был стиль и даже парадные кабриолеты ГАЗ-13Б были четырехдверными интересно что первые чайки были по американской моде двухцветными бежевый цвет то есть бежевый верх, вишневый низ однако подавляющее большинство из 3179 выпущенных с 1959 года машин окрашены в номенклатурный радикальный черный цвет который считался самым подобающим я сам считаю что черный цвет он в любой машине идет это классика ну все вот мы ознакомились с интересной как по мне исторической справкой о ГАЗ-13 чайке теперь выбираем кат следующая трасса так вот мукат мукат получается последних из трасс далее идет уже нам знакомый по первой серии каменный мост так мукат читаем про него в отличие от большинства других магистралей Москвы выросших в основном на маршрутах древних дорог мукат относительно молод его проектирование началось в СССР в 1937 году капитальное строительство должно было начаться уже в начале 40-х годов прошлого века но планам помешала Великая Отечественная война тем не менее первые машины по МКАД поехали уже в 1941 неполное кольцо длиной почти 130 км проложенное на базе существующих дорог было критически необходимо для оперативной переброски войск реконструкция дороги началась в конце 1956 года около Ярославского шоссе первый участок четырех полосной дороги был открыт для движения в 1960 а замкнулось кольцо в 1962 году Сначала трасса не имела ни разделительного барьера, ни освещения не было и безопасных пешеходных переходов зато уже тогда были 33 двухуровневые развязки а, неправильно прочитал зато уже тогда были 33 двухуровневые развязки а в начале 1980-х годов на пересечении с Симферопольским шоссе построили и трехуровневую еще раньше трасса была расширена до трех полос в каждую сторону в 80-х годах с ростом количества и характеристик машин на МКАД стало драматически расти количество аварий лобовые столкновения, наезды на пешеходов и уже тогда возникающие заторы требовали срочной реконструкции трассы Несмотря на сложную ситуацию в стране в начале 90-х годов всего за 4 года к 1995 году МКАД был полностью освещен, снабжен разделительным барьером, а количество полос увеличено до 10 Стройка была гигантской и с учетом масштабов работы очень быстрой МКАД не просто была расширена и дооборудована Возведены более 70 мостов и путепроводов 11 пересекающих тоннелей, десятки безопасных пешеходных переходов и огромное количество коммуникаций Кроме того, для обеспечения и управления освещением в разделительной полосе впервые уложены оптоволоконные кабели Как и большинство масштабных строек, работы по обновлению МКАД выполнила ОАО корпорация «Транстрой» занимающая на Садово-Спасской улице одну из семи сталинских высоток Смотрим описание трассы «Садовое кольцо» Сегодня ширина МКАД составляет 50 метров 10 полос движения Длина 109 км Максимальная скорость ограничена 100 км в час Сотни км в час Хотя в ночное время и при нормальной машине чисто теоретически дорога обеспечивает достаточно комфортное движение и со скоростью свыше 200 км в час Вот такой вот интересный МКАД шоссе Шоссе МКАД Ну что, приступаем? Вот она, ребята, чайка Красавица Убалденная Спидометр, да, ребята, это ее родной спидометр Смотрите внизу справа Я смотрел фотографии в автолегендах СССР в журнале Тормозим, тормозим А вот тормоза, тормоза не очень, по-моему Ох Да, долго тормозит Посмотрите, какие шикарные у нее фонари заднего хода, вот эти вот белые Посмотрите, как она прекрасная Ну-ка, как со стабильностью у нее Ну, пока нет сильно резких промотов, а ничего 140, давай тормози Дрифт Офигеть Дрифт на чайке Вот мы приехали в мой любимый поселок, который здесь В игре представлен Тихо-тихо-тихо Милиция, извиняюсь Она, ребята, такая, знаете, воловая Немножко неповоротливая, кажется, но мощная И она определенно лучше Внедорожников Бачком заходит только так, ничего себе Так Это не моя вина Туда уже нельзя ехать Просто очень хотелось Первый ученик Как говорится, перевороты Не, не слышал, она тяжелая Вряд ли перевернется Давайте протестируем на это вот Так, вот она идет за нос, да, ее можно выровнять Я конфигурации, к сожалению, не вижу во фре-роме Так бы заранее рассчитывал поворот Блин, как бы я хотел в реальной жизни на ней прокатиться, вы не представляете Увидев ее реальную жизнь, вы сразу, мне кажется, в нее влюбитесь Бачком идет, видите Оп Она мне очень нравится в управлении, ребята Я уже предчувствую победу в гонке Ну посмотрим В общем, это подобная трасса, как и предыдущая, только в обратную сторону Ударились, ничего Хочу научиться на ней дрифтить Мне кажется, она способна на это Давай бачком заходи, заходи Ой-ой-ой-ой-ой-ой Это переворот Шкреби, шкреби, давай шкреби, блин, не может Высокий подъем сильно Тормозим Тормозим Погнали Какая прелесть, у меня слов нет ГАЗ 13 Чайка Это единственная игра на моей памяти, где на ней можно поездить А, нет, еще можно в этом В Need for Russia 4 Белые ночи, вспомнил Там, по-моему, Чайка и Лада Калина, это лучшие машины Нельзя Только что на карте, давайте хоть посмотрим Реклама автору Направо В любом случае, мы Окончательное мнение заставим о ней После гонки, ну или во время гонки даже Так, дорогу держит хорошо, кстати Ну, поскольку это встречка, давайте займем правильную позицию Спасибо, что развернул газик, извини Протестируем А, это все, конец Вот на такой машине, ребята, ездили советские чиновники Высокого ранга 160, мать его, километров в час И даже, по-моему, чуть больше может Обалдеть 170 Все, вроде 170 Ну, ладно, давайте паркуемся Выходим из фрирума Как говорится, за секунду до столкновения И переходим к гонке Вот это меня очень интригует ГАЗ-13 чайка Ну, поехали по МКАДу Наверное, круче нее по скорости будет только ГАЗ-14 чайка Может быть, они и на равных, кто знает Ребята, это великолепно Тормози, тормози, тормози Так, хорошо, много дрифта 142 км в час рекорд на трассе Знаете, так не ехать, а поворачивать, но ничего Главное, что более стабильно, чем предыдущие машины Она, наверное, по стабильности как Москвич, кстати Повороты хорошо проходят Упс Еще одна красавица чайка, смотрите Тормозим Ой, блин, поребрик Ничего, бывает Это все-таки не внедорожник Это все-таки не внедорожник Нифига себе творит, что Давай обратно на колесо Что, не можешь? Спидометр какой у нее милый, родной-то Так В общем, ребята, ездить на ней в кайф, говоря простым языком Только почему у нее сразу все фонари загораются, когда тормозишь, я не знаю Смотрите, и поворотники, и фонари заднего хода белые При торможении загораются Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти дрифти дрифтить на поворотах она может так подождите не да не туда не надо задний ход я говорю единственный соперник это вот газ 14 чайка тормозим поехали газ 14 чайка которая красные наш главный соперник это как бы следующее поколение чайки а первое поколение чайки вот это газ 13 человек будем догонять да блин давай нормально во респаун помог лучший раз восстановиться чтобы сразу на трассе оказаться а не сдавать назад возвращаться так финиш из-за моей ошибки конечно меня обогнали второе место ничего страшного давайте еще раз хорошая музыка более ритмичные милиции на какой хрена ты выпила милиции терпится крушением мы погнали чайку четырнадцатую двадцать четвертую вогу ать дерево помешало ать дерево помещало делать обязательно ток 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 Ну видите, как 14-я чайка как аккуратно повороты проходит, а я лечу сломя голову в дрифте, слабо, это я сопернику. Продолжение следует... Поборемся немного... Это же все, финиш уже, подождите. Да, моя победа. Кстати, рано еще один поворот же. Ах ты, черт. Рано, ребята, радоваться, нельзя раньше времени, как говорится. Я хочу еще один рестарт, мне понравилось. Одна из моих любимых композиций. Давайте сейчас без понтов едем на полном серьезе, без ошибок. Случайная ошибка. Случайная ошибка. Как приятно ехать на стабильной машине в этой игре, вы бы знали. После всех неудачных внедорожников. Случайная ошибка. Случайная ошибка. Ребята, я искренне завидую. По-белому, конечно, завидую, по-хорошему. Тем людям, кто ездил на чайке. Ну и тому земляку, который до сих пор владеет этой машиной. Случайная ошибка. Случайная ошибка. Рекорд скорости 158 км в час. Финиш. Этот, конечно же, повтор я сохраню и даже посмотрю. Но только не так. Так мы уже смотрели много раз. Я хочу посмотреть этот повтор из соответствующего меню записи. Газ 13 чайка. МКАД на закате. Потому что в этом повторе можно сделать ракурс. Вот. Смотрите, какая красотища. Просто, наверное, добываться этой красоткой я не могу. МКАД на закате. 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 Такой милое сердце поселок. МКАД на закате. Ржусь отечественным автопромом за то, что они выпускают такие шедевры. Выпускали. Субтитры создавал DimaTorzok Чайка, ты супер! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Например, вот здесь. Дима Торзок Как говорится, глотайте пыль. Дима Торзок Дима Торзок Второй круг Дима Торзок Ребята, вы хотите видеть шедевр? Вот он, на ваших экранах. Вот он, на ваших экранах. Финиш. 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 и мощь не знаю как еще можно выразиться идеальный автомобиль хорошо гитарист играет красивое соло гитарист играет красивое соло гитарист играет далее хочу испытать машину вот здесь кремлевская набережная и прямые и обилие поворотов видите если машина классная на ней хочется ездить и ездить хотя она классная во всех отношениях гитарист играет гитарист играет гитарист играет гитарист играет гитарист играет Волга, мне дрифт маленько запорол. Волга, мне дрифт маленько запорол. Ух ты, блин, они не сбиваются. Шикарная набережная. Шикарная набережная. Дайте, ребята. Во всем остальном она просто шедевр. Красная площадь, здравствуй. Блин. В ту сторону, да я знаю, сейчас я развернусь. Надо вот сюда, левее, ой, правее вот этих светлых столбиков. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова У меня тормозов нет. Ну и по-моему прямик до финиша, если не ошибаюсь. Вот и финиш. Как по мне красивая гонка. Чайки на первых позициях. Ну по Крымскому мосту мы уже много раз ездили. Давайте по Садовому кольцу проедем. И будем завершать серию. Но так не хочется, ребята, потому что машина шикарна. Мне хочется ездить и ездить. Во. Сойдет. И не беда, что я на предпоследней позиции. Вернее на предпредпоследней. Или все-таки на предпоследней. Ну ладно, на записи потом пересмотрю. И тем не менее глотайте пыль, как и в прошлый раз. Музыка. Вы тоже. Все. У вас. Музыка. Тихо-тихо. 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 Вот здесь. Спорт, спорт, спорт. Музыка, музыка, кино. Ага, понял. Господи, это шикарно. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Спасибо победа, что выровняла меня. Я понял, что не противственность и начал бить по тормозам. Но тормоза у нее так себе, как я уже говорил в этой игре. Ну, главное, что во всем остальном она прекрасна. Должен быть хотя бы маленький минус быть, так и. Но бывает все идеального. Не, ну она идеальна. Просто тормозами-то можно пренебречь. Они в гонке не главное. Особенно в виртуальных гонках, конечно же. Финиш, ребята. Бумс. С другой чайкой сошлись. Давайте набиться еще одну гонку. Ну, реально не хочется мне завершать эту серию. Я думаю, вам тоже не хочется, чтобы она заканчивалась. Вернее, я думаю, вы тоже не хотите, чтобы она заканчивалась. А про этим мы... Вот пару рублевки. Мы же ездили, получается, в начале серии по МКАДу. Пройдем пару рублевки. Если музыка будет эта же, то я сменю. Да. Сейчас сделаю рестарт. Пусть это... Пусть это... Ну, не так классно, конечно, как на чайке. Сейчас еду. Разные ощущения. Ой. Пропустил поворот. Тихо. И, кстати, удачно перекрыл давай был соперником. Нифига себе. Ну, что творите-то, ироды. Задним ходом так задним ходом, что теперь? Так, ладно. Нагоняем. Тихо-тихо-тихо-тихо, победа. Это односторонка, хорошо. Встречного транспорта нет. Ну, в смысле, встречный транспорт по той стороне. Заборчик вот этого. Ай, блин, не справился с управлением, что я. Ладно, возвращайся так. Это долго... Долго пятится. Долго пятеро. Тихо-тихо-тихо-т energy. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Блин, я думаю, их сбить можно Ах ты, черт Да, эта ошибка будет долго мне стоить Так, этот срез или не срез? Давайте протестируем Вроде срез М-м-м Субтитры подогнал «Симон» На первом месте, полагаю, ГАЗ-14 «Чайка» Мой главный конкурент Ой-ё, ничего себе Это авария Все из-за проклятых поребриков А че рестанет? Так, не пропустить поворот Вот он, видите? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тихо Кого-то шерпну И опять же не пропустить поворот Так, мужики, у меня тормозов нет М-м-м-м М-м-м-м-м-м-м-м-м Отъедем максимально аккуратно На хвосте главный соперник М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Продолжение следует... Не забываем, что там есть альтернативный путь, срезка в одном месте. Вот она воспользовалась моей ошибкой. Ой, вот он альтернативный путь был, ладно, проехали. И мой любимый поселок в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Чайка сзади практически не отстает. Я имею в виду 14-я чайка. Я победил. Ну все, ребята, славно покатались. Как ни крути, рано или поздно серию придется заканчивать. Ну ничего, у нас впереди еще будет ГАЗ-14 чайка. И думаю, что она проедет отнюдь не хуже. А что у нас еще осталось? Давайте подумаем. Обе Волги. 21-я и 24-я. Чайка 14-я. Моя любимая двойка ВАЗ-2102 Жигули. Вроде все. Ну может еще какую-то машину забыл. Ну так или иначе, ладно. В дальнейшем посмотрим, какие там еще есть. Вот она, красавица, чайка на экране. Одну из этих картинок я использую на превью. А пока я с вами буду прощаться. Надеюсь, вы этот выпуск посмотрели с удовольствием. С вами был Алексей и канал Alexmon Classic Games. Берегите себя и своих близких. И играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи. Это шедевр. Чайка, я тебя обожаю. Чайка, я тебя обожаю. Чайка, я тебя обожаю. Чайка, я тебя обожаю. ТThrокуруваю. Субтитры создавал DimaTorzok Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий и нажми на колокольчик.